Об установке паровоза в Межозерном не говорил только Ленивый. Одни называли эту затею безумной, другие осуждали, третьи просто не понимали, зачем поселку нужен советский локомотив. И только инициатор паровозной эпопеи Федор Дезловский до конца верил, что его задумка воплотится в жизнь. Мечтам свойственно сбываться, но установка паровоза не просто мечта. Для Федора Степановича этот проект стал делом чести, восстановлением исторической справедливости, памятью о былом. Это память о нашей службе, о наших боевых делах, о наших ратных делах, как паровоз тоже. Чтобы люди помнили и не забывали, ради кого мы остались, живем на нашей земле. Но вернемся к вопросу, почему паровоз и почему в Межозерном? Те, кто жил в 50-е годы в поселке, помнят, как доставляли руду на Училинскую обогатительную фабрику. По рельсам курсировал паровоз. Но это лишь маленький факт большой истории. Оказалось, что в 58-м году в Училинский комбинат приехали 500 человек 119-го Сталинградского железнодорожного остановительного отряда. Вроде бы незначительное такое сообщение, но когда стал более подробно изучать, оказалось, что этот отряд восстановительный тянули железную дорогу в декабре 42-го года к Сталинграду по левому берегу. В строительстве железной дороги до Училов помимо этого отряда были задействованы демобилизованные воины и молодежь ближайших к Межозерному населенных пунктов. Работа шла дружно. Сейчас, когда я дал объявление в газету, в Училинскую газету «Красный Уральец», откликнулись где-то 10 человек. Бабушки звонят, плачут. Как бы о нас вспомнили, сколько мы перенесли рельсов на своих плечах. История с паровозом началась в 2011 году. Тогда уже сейчас бывший военрук Межозерной школы Федор Детловский начал писать письма в различные инстанции. Идею Федора Степановича поддержали руководители РЖД Владимир Якунин и директора Училинского ГОКа Закария Гибадуллин. И только спустя несколько лет транзитом по маршруту Орск-Челябинск-Миас-Училы прибыл долгожданный паровоз. И совершенно бесплатно, я подчеркиваю всем, говорю, кто меня слышит, кто сомневается, скептики. Паровоз пришел совершенно бесплатно. Они какие-то 4 миллиона мне дали, я купил паровоз. Ложь, бред. Прибывший паровоз из Орска настоящий трудяга. Он участник военных событий 1943 года – восстановительных работ. Доставить паровоз до нового места обитания еще полдела. Нужна площадка, где исторический локомотив будет выглядеть достойно. Ее благоустройством Федор Степанович занимался долго и зачастую в одиночку. Не жалел ни сил, ни собственных денег. Некоторые помогают, да, но очень с трудом. Вчера вот, очищая из-под краски паровоз, охранник подходит, говорит, а ты что один-то? Я говорю, ну что, бесплатно никто не хочет. А ты что, бесплатно? Я говорю, конечно, бесплатно, свои деньги вкладываю еще плюс. Его чуть инфаркт не хватил. Ну что сделаешь? Все же нашлись неравнодушные, кто помог купить краску, выделил технику. Но таких людей единицы. Сейчас, когда паровоз установлен, восхищенных глаз становится все больше. Возле локомотива делают фото на память. Теперь паровоз – новая достопримечательность поселка. Но все это постфакту. 13 сентября Федора Титловского избрали депутатом в районное собрание. И наверняка история с паровозом повлияла на выбор избирателей. Теперь возле исторического объекта начнется благоустройство территории. И мы надеемся, что на этот раз помощников у Федора Степановича будет гораздо больше. Продолжение следует...